давайте поговорим сегодня про уверенность вообще быть уверенным себе это достаточно наверное такой сложный навык явно с ним не рождаются но может быть вы меня поправить и вообще часто ли родители приходят с таким запросом что у нас есть такая сложность наш ребенок неуверенный там стесняется боится как с этим может помочь психолог наталья действительно приходят родители да но чаще всего больше школьники чем дошкольники потому что уже школьная пора она дает такую вот дает такой вызов до тому что ребенок должен быть уверены в том что он делает и как он пишет контрольный как он отвечает у доски и так далее да и с этим действительно как с уверенностью никто еще не родился но она сформируется все-таки при жизни есть уверенность как раз вы правильно сказали дошкольников прекрасно помню свой опыт в этом отношении проходила такая история в момент олимпиады 80 по всем городам и весям проводились такие мини олимпиады где в основном выступали артисты ну а потом самодеятельность пожалуйста вот мы с папой пришли на берег реки где все проект дело происходило мне 6 лет ровно на вот ну а теперь кто-то из зрителей давайте папа не успел моргнуть глазом я уже был на площади уже стоял и говорил я вам сейчас танцую танец я не помню как он называется но вы его все знаете так и я стал танцевать лесгинку а вот как раз вот до момента школы у ребенка с уверенностью все нормально а когда мы подходим уже ближе к подростковому возрасту вот тут как раз неуверенность себе все больше и больше начинает превалировать почему потому что человек меняется меняется форма его тела меняется голос меняется его окружение появляется очень много связи меняется ведущая деятельность но это вот как раз уже такая психологическая тема да и он начинает стесняться и он начинает комплексовать и стесняться в том числе и уверенность становится меньше полина а вот у вас когда допустим наверняка же были моменты когда чувствовали себя не уверенно да безусловно и на самом деле я согласна что мне кажется когда мы маленькие дошкольном возрасте у нас этой неуверенности в себе намного меньше то есть для нас вообще не проблема там пойти где-то потанцевать подойти к кому-то поговорить с кем-то но когда мы становимся старше например вот на моем жизненном опыте я заметила что допустим в возрасте когда мне было там 11 12 13 может даже 14 лет я была более неуверенная чем когда была дошкольником но также допустим сейчас я чувствую себя увереннее чем в тот период и я думаю как раз социум школа уже старшая школа сильно повлияли на мою уверенность себе вообще вот ну если про себя в свои примеры до приводим я с 14 лет начала работать журналистике там были первые редакционные задания от газеты я просто помню этот дикий ужас когда тебя редакция отправляет уже пришел на адрес тебе надо открыть дверь и сказать здравствуйте там я значит там корреспондент мне нужна такая-то информация это очень страшно было и чувствовал себя совершенно неуверенно не только наверное вот повторив много много-много раз вот это вот с красными ушами с красными щеками значит пунцовый просто где-то уже на 10-20 раз уже спокойно открываешь любую дверь вот и это как бы мое предположение что все это происходит только вот именно пересиливая себя и на практике но может быть есть какие-то готовые рецепты как вот не насиловать себятам да не заставлять может быть можно плавно приобрести уверенность но приобрести уверенность на верности это можно да и разобравшись чем она связана та не уверенность а в чем мы чувством свою копаю неуверенность да но я не знаю у вас конечно был положительного высокого периода я была достаточно очень скромным ребенком и не сложно было начать разговаривать даже в дошкольном, я очень хорошо помню. Да, и несмотря даже на то, что меня родители отдали там и в класс по танцам, да, мне было сложно выступать на сцене, да, мне сложно было читать стихи или ещё что-то. То есть я была таким, можно сказать, неуверенным ребёнком, и в том числе дошкольником, ну, естественно, в школьной паре то же самое. Вот, и, естественно, я как бы осознавала, что это мне немножко мешает жить, да, что, собственно говоря, даже какие-то мои успехи, да, какие-то в жизни, да, которые вот уже в подростковом возрасте, да, они не были настолько вот, ну, не считало их, что это я заслужила, что я молодец, да, что это всё-таки моя заслуга, и что надо ещё там что-то делать. Вот, и первое, что как бы для меня было важно, да, всё-таки может быть сказать, ставить такие маркеры, где я была успешна, что у меня получалось. Второе, что мы не все не лишены негативного опыта, каких-то неудач. И я начинала анализировать, как этот негативный, ну, неудача, это могла бы, с чем она была связана, и как я могла бы выйти из этой неудачи, и какая есть положительная сторона этой неудачи. Потому что это всё равно наш опыт, да, положительный и отрицательный – это наш опыт, да, и в связи с этим, да, я анализируя, да, я приходила к тому, что да, ну, да, не смогла. Ну, а потом, да, в дальнейшем уже научавшись, да, беря вот этот опыт, анализируя, да, я уже становилась более уверена в себе. То есть про это нужно разговаривать с ребёнком? О том, что неудача – это тоже опыт и ничего страшного? Ну, вот в момент неудачи – это ведь страшно. И обещание, что потом всё будет хорошо, наверное, не очень хорошо стимулирует? Или как? Вот обещание «всё будет хорошо» тоже это как бы такой стимул, ну, это как, можно сказать, обесценивание. Потому что, ну, в моём точке зрения, да, потому что каждый имеет право на ошибку. И это право на ошибку мы должны давать прежде всего самим себе, в том числе и ребёнку, да, который учится, который только взрослеет, который становится в этой жизни. И даже если он совершил ошибку, нужно разобраться, почему, что сделать, чтобы в следующий раз этой уже ошибки не было. Так, любой опыт, он является положительным, в том числе, что из него можно выбрать то, что будет ценно для будущей жизни, в том числе ребёнка. Ну, у меня эта тема избитая, потому что родительские собрания – это часть нашей работы в том числе, да. И каждый раз я, как мантру, повторяю одно и то уже в первом классе на родительских собраниях. Ошибка ребёнка – это праздник, это великолепно, это хорошо. И вот с этим вот и идите. Почему? Ну, потому что ребёнок, он ещё не знает, что такое ошибка, да. И если мы ему будем навязывать, как Олег сказал, вот этот негативный образ, да, постоянный. О, ты опять ошибся, опять у тебя ничего не получилось. У нас пропадает вот это вот, то, что называется ситуация успеха. Ребёнок где-то должен быть успешен обязательно, да. А здесь ошибка – хорошо. Сначала тебе помогает родитель. И говорит, здорово, здесь есть ошибка, попробуй её найди сам, да. И у ребёнка уже я могу найти ошибку. Если отношение к ошибке будет спокойное, хорошее, то ребёнок будет её сам находить, а впоследствии сам ещё и исправлять. Да, и мы как раз даём возможность нормальному развитию. То есть я понимаю, что я, как и любой человек, могу ошибиться. Но я понимаю, что я всегда могу исправить эту ошибку, да. И здесь, конечно, очень важное окружение. И учителя, и родители, когда к этому относятся спокойно. Ребёнок для чего пришёл? Ну, пришёл учиться. Вот. Это не говорит о том, что не будет препятствий, и препятствия обязательно будут. Но если он их будет преодолевать и получать при этом позитив, он будет в жизни к этому хорошо относиться. Существует же другая проблема, да, с другой стороны, когда есть дети, да, интеллектуально одарённые, но у которых нет опыта ошибок. И тогда, ну, это вот часто говорят, да, вот отличник, золотая медаль, всё хорошо. А в институте какая-то нереализованность, да. Почему? Потому что нет вот этого опыта работать с ошибкой как раз. Я успешен, я могу всё преодолеть. Условно говоря, вот такая внутренняя позиция. И этот замечательный ребёнок, интеллектуально одарённый, с ним всё хорошо. Когда он сталкивается, допустим, в институте с какой-то проблемой, которая для него довольно тяжела, он не знает, что с ней делать. У него нет этого позитивного опыта. И может отреагировать. Да, и может отреагировать. Ситуация, опять же, стресса. Полина, а вот вы вот с точки зрения молодёжи, молодого поколения, как воспринимаете ошибки, как себя готовите к тому, чтобы быть увереннее? Вот если мы сейчас берём пока обучение, да, не отношения, про отношения потом тоже поговорим. С точки зрения экзаменов, обучения? Ну вот на самом деле я считаю, что мне достаточно повезло, потому что родители, что учителя в моей школе ко всем ошибкам всё время относились адекватно. То есть даже если были какие-то неудачи, то все поддерживали, ну и говорили, что ничего страшного, это лишь один из этапов. Ну вот, допустим, сейчас я в 11 классе, я иду на золотую медаль, и, конечно, у меня присутствует это напряжение, что вот мне нужно подтвердить свои оценки баллами на ЕГЭ, и в целом, как бы, такой экзамен, кажется, что права на какую-то серьёзную ошибку нет, потому что от этого зависит поступление. Но вот, наверное, благодаря тому, что за весь школьный опыт у меня и были ошибки, и были какие-то результаты, то есть эта медаль не значит, что у меня всё время были пятёрки, ну то сейчас я воспринимаю, в принципе, эти экзамены как бы не так стрессово. Конечно, я думаю, весной я буду очень сильно переживать, но благодаря, видимо, окружению и какому-то уже такому школьному опыту я к неудачам отношусь. Ну, в принципе, нормально. Вы правильно понимаете, что есть опыт некий преодоления, да, проблем? Ну вот, да, то есть у меня как бы не всегда всё получалось. Были действительно какие-то моменты, что мне что-то очень сложно давалось, поэтому, в принципе, вот эти вот хорошие оценки не значат, что у меня как бы не было какого-то негативного опыта, и к неудачам я отношусь нормально. Это как раз тот баланс, о котором вы говорили. Да, да, конечно. Когда есть понимание успеха, есть понимание в то же время ошибки, есть понимание, как работать над ошибками, чтобы опять прийти к успеху. Полина, а бывает страх и неуверенность вот именно в общении с какими-то новыми людьми, не знаю, если вам нужно прийти поговорить со взрослыми, особенно если это какая-нибудь власть, там чиновники, ещё что-то, не знаю, сталкивались вы с этим или нет. Как вы преодолеваете вот эту неуверенность в общении? Мне кажется, что неуверенность в общении преодолевается только опытом, потому что, ну, естественно, когда ты там первый раз в какой-то серьёзном мероприятии, над тебе надо с кем-то поговорить, взять у кого-то интервью, то ты чувствуешь себя очень неуверенно, но потом, ну, допустим, мне, думаю, помогает даже в общении, ну, вот мне кажется, в школьном опыте общение, допустим, с учителями, которые тебя не ведут, которых ты просто воспринимаешь как такого серьёзного педагога, взрослого человека, и тебе надо что-то у него спросить. Ну, всё время присутствует такой небольшой страх, но на самом деле просто надо, мне кажется, перед этим постараться в голове у себя оценить ситуацию, что на самом деле никакой проблемы-то и нет. То есть ты просто подходишь, говоришь какой-то там, ну, вопрос, что тебе нужно узнать, и в целом, ну, ситуация, на самом деле, совершенно обычная. Каждый день мы с кем-то общаемся, и почему, допустим, в общении именно с этим человеком я должна переживать. Мне кажется, вот так вот всё это, ну, оценив у себя в голове, можно просто прийти к выводу, что на самом деле никакого, ну, страха и быть не должно, это просто общение. Так, если взять, что до школы дети более-менее свободные, раскованные, потом вот они начинают меняться, у них появляются страхи, и страхи общения в том числе, то есть там подойти, познакомиться, там, попроситься в игру, если вы видите, там, кто-то играет, там, или с кем-то начать разговаривать, из-за чего это, и как помочь ребёнку преодолеть этот страх в общении? Ну, давайте просто определимся, подросток всё-таки, или совсем... А разбейте тогда, потому что у нас все аудитории... Потому что подросток тут ясно и понятно, вот я был метр с кепкой, а вот я уже дядя почти два метра, и это всё происходит довольно быстро, и я даже не знаю, что с собой-то делать. Руки-ноги. Вот это вот, да, вот это же нужно всё стабилизировать. Я очень помню одну историю, когда мама привела мальчика младшего подросткового возраста, он сильно пошёл в рост, и у него очень сильно пошли в рост кости, ну, то есть вот он... А мышцы ещё вот остались. И в этой связи они перестали заниматься плаванием. Ну, то есть, ну, как бы вот... Не получается у него. То есть вот даже синхронизация действий становится проблемой определённой. А для мальчика это было полной катастрофой. То, что у него убрали плавание, потому что плавание для него в этот момент было всем. И, собственно говоря, решение было простое. Вернуться на плавание, только сейчас гнаться не за рекордами, потому что пока это довольно проблематично, да, а просто нарастить мышечную массу, да, чтобы вот эти вот кости, они как бы мышцы их догнали, и ребёнок стал себя чувствовать более комфортно. Сейчас вполне успешный молодой человек, уже закончивший вуз даже. Прекрасно. Так вот если подросток стесняется и переживает, ну, получается, что пока он не решит проблему своим телом, он так и будет стесняться? Нет, это просто отдельный момент. Нет, очень много разных есть вещей. Для нас важно что? Когда мы разговариваем с подростком, важно понять, а в чём сейчас сфера его интересов. Почему это важно? Потому что в этой сфере интересов он, скорее всего, чувствует себя уверенно. Да, там родители часто ругаются на компьютерные игры, но если тот же самый подросток уверенно чувствует себя в игре, мы этот опыт можем перенести и на обычную жизнь. Потому что ему есть о чём говорить. Да, вот там, вот я иногда не понимаю, конечно, о чём идёт речь, хотя стараюсь быть в курсе. Но когда ты разговариваешь с подростком и разговариваешь про его интересы, вот через это мы можем перейти к более для него сложным вещам. Допустим, подойти, познакомиться, потому что, конечно, проблема коммуникации сейчас в нашем обществе, она имеет довольно высокий уровень, особенно в подростковой среде. Потому что легче написать, чем беседовать один на один. Ну, факты. Подростки говорят, что не любят звонить. Полина, вы любите звонить? Ну, зависит от того, кому звонить. То есть, допустим, иногда, ну, даже если это какое-то общение с учителями, допустим, мы можем созвониться. Ну, сложно. Проще написать? Ну, просто проблема в том, что если я уже звоню какому-то учителю, то с этим учителем, это мой классный руководитель или другие учителя, с которыми мы там очень давно, и как бы в этом проблемы нет. Но, допустим, с друзьями, ну, с друзьями вообще проблем нет позвонить, но, допустим, если мы говорим просто, там, где-то оставить заявку, заказать что-то, то тут, конечно, проще написать, чем звонить незнакомому человеку, потому что ты не знаешь, как он отнесется. Может, он вообще не любит говорить по телефону. Поэтому проще написать. Ну, вот, да, тоже факт подтверждаем. Наталья, а у вас, вот мы сейчас про подростков пока, да, вот как подростку своему помочь преодолеть неуверенность именно в общении? Не знаю, ты ему говоришь, а ты вот подойди и договорись с учителем, там, не знаю, о чем-либо. Ты такой, я вообще боюсь с ним разговаривать лишний раз. Ну, да, действительно такой вопрос, подростки действительно разные. Вот. Но здесь, наверное, важно проговорить с ним. А что будет, если? Ну, наорет на тебя класса руководитель. Дальше что будет? Ну, и так доведение, можно сказать, до абсурда, да, и тогда уже, в принципе, получается, что пугаться нечего, бояться нечего. То есть ты уже отбоялся, пока сужал. Ну, да, ну, потому что на самом деле даже вот эти варианты того, что ребенок может бояться, но они чаще бывают нелогичными, да, часто бывают, ну, абсурдными, да, и так далее. И когда ребенок уже проговорил, что даже если это случится, в итоге ничего страшного не будет, да, он уже будет проще и легче реагировать, да, ему легче будет уже сделать. Уже в голове, как можно сказать, про плана действия, плана, возможно, таких вот негативных, вот здесь уже проговорился, которых в реальности и не может быть, да, и уже легче ему сделать шаг какой-то. То есть, в общем, проговаривая и готовясь к этой ситуации, доводя, может быть, до абсурда самые страшные страхи, которые могут быть. Да. Ну, и в эту же тему можно дополнить, просто можно накидать кучу других вариантов позитивных. Условно говоря, там пять, разных вариантов развития событий в хорошем ключе. И, опять же, мы должны понимать, что мы тут подходим к такой сложной довольно теме смыслов, да, а для чего ему это нужно. Ну, да, здесь, тогда, получается, ты должен определить цель. Конечно. Просчитать, возможно, какие-то варианты и хорошие, и нехорошие, но лучше хорошие, и уже идти заряженным на это все. Да, вот коллега совершенно правильно сказал до этого, да, что говорит, что все будет хорошо, но это не самый лучший вариант, потому что, может быть, нехорошо. И тогда, во-первых, твои отношения с подростком будут разрушаться, потому что, ну, ты безосновательно сказал, пообещал, да, а он тебе поверил. А вот нет, может быть и так, да. Может и не получится. Но мы с тобой дальше сделаем какие-то выводы и наметим выходы из этой ситуации. А что если, да? Да, что будет если, да. Ну, и что будет если, если там, на трансе того, какой страх у ребенка есть, почему он боится подойти к учителю, грубо говоря, или к какому-то незнакомому человеку. Да, как Полина озвучила, что он там обо мне подумает, да, что он там скажет, да, вдруг он вообще не любит, да. Ну, вот эти разбирать, вот эти страхи ребенка, да. И что будет? Ну, да, даже если он там, что он обо мне подумает. Ну, какая тебе разница? Да, или там, например, а что ты думаешь, что он может подумать? Да, какие-то такие моменты. И все. А если мы вернемся вот с подростками более-менее понятно, вот с младшими, средними школьниками, у них здесь какие поводы быть неуверенным и как им помочь? Ну, есть в честном виде психофизиологические условия, да, когда ребенок не уверен в себе, робкий, боится много чего, да. И здесь, ну, работа, как правило, индивидуальная, да. Хорошо, когда семья поддерживает, хорошо, когда поддерживают педагоги и дают возможность где-то быть успешным. Ну, вот там девочка, да, боже, одуванчик такая, да, вот. И она всем хороша, да. Ну, вот что-то сделать публичной ей довольно тяжело. Но наверняка она либо хорошо, как у нас вот с одной девушкой оказалось, она очень хорошо выпекает торт, да. Либо она поет шикарно, но стесняется при этом этого, да. Может быть, она гимнастка и делает замечательные кульбиты. И вот дать возможность этому проявиться в среде, да, в одноклассников, я не знаю, ну, любой группы, да, дает возможность ребенку почувствовать в себе как раз эту уверенность. Когда вот тебя еще, знаете, ты никто не знал, а тут тебе все аплодируют, потому что твой торт самый вкусный, потому что ты великолепно сыграла, спела, нарисовала, неважно. Тут вот любая мелочь, она для младшего школьника хороша. Да, еще очень важна самостоятельность развивать у ребенка. Потому что по наблюдениям, чем более ребенок несамостоятельен, тем более он не уверен в своих силах. То есть давая самостоятельность выполнения пассивных каких-то поручений, да, со стороны родителей, родители уже демонстрируют, что он уверен в его силах, что он может это сделать. И эта трансляция, она идет на ребенка. Даже начиная там, грубо говоря, там с очень маленьких детей, когда вот, например, им страшно, например, слезть со скамейки, и мама бежит, быстрее давай-давай его снимать. Да, нет, стать рядышком, если что, помочь, да, как-то так. Подстраховать. Подстраховать, да. Или когда они спускаются по лестнице, мама там, ой-ой-ой-ой. Да, вот самый-самый маленький. И уже ребенок, он, видя вот этот вот страх или беспокоится со своей мамой о том, что что-то у них не может случиться, он уже формирует в себе эту неуверенность, того, что вдруг я упаду, а вдруг со мной что-то случится и так далее. То есть эмоциональный фон матери на ошибки какой-то, или возможное предвидение под какого-то поведения, да, очень сильно влияет на ребенка. И как раз на формирование уверенности. Это как раз вот с маленьких, когда идет ребенок. Ну, как правило, если мама спокойная, то и ребенок будет спокойный. Он знает, что у него все хорошо. Да, если мама доверяет еще ребенку, что он может, что это по возрасту, да. И мне очень нравится вот эта вот фраза, там, о Римонте-Соре, да, помогите мне это сделать самому. Да, вот этим самым, то есть научить ребенка делать все самому. И тогда уверенности в его силах будет намного больше. То есть здесь нужно родителям с самого детства, не знаю, держать себя за руки, не пытаясь делать все за ребенка, потому что у нас получится быстрее, у нас получится лучше. Ну, что он делает в своем темпе, зато это ему дает уверенности. Тоже хорошая история. А в завершение давайте еще поговорим уже про такой страх и тоже неуверенность, вот про публичные выступления. Вообще считается, что страх публичных выступлений, вот выйти, там, не знаю, перед незнакомой аудиторией, ну, в классе, может быть, выступать легче, а вот, не знаю, в актовом зале выйти и прочитать, там, какой-нибудь доклад, там, выступить или еще что-то. В общем, страх публичных выступлений иногда перевешивают страх смерти. Люди готовы умереть прямо здесь, вот, ну, за то, чтобы это все закончилось и больше никогда не продолжалось. Как бороться с этим? Вот, Полина, как бы вы, может быть, вы уже с этим справились, либо как бы посоветовали справляться? На самом деле у меня уже были публичные выступления, и перед ними я, ну, вот, перед первыми достаточно сильно волновалась, потом, конечно, уже уменьшение, то есть, там, перед последними уже просто такое легкое волнение. Ну, я для себя уяснила, что вот главное начать, сказать эту первую фразу, а дальше уже все идет хорошо. Но, допустим, мне кажется, что, чтобы побороть этот страх и неуверенность, то есть, наверное, полностью побороть его невозможно. То есть даже самые профессиональные спикеры, ну, вот, лично мне так кажется, испытывают какое-то волнение перед публичными выступлениями, особенно, там, перед какими-то очень масштабными. Ну, а побороть, наверное, нужно, опять же, вот, мне очень понравилась фраза «а если?», то есть, ты должен просто оценить что. А что случится, если у меня будет какая-то неудача? На самом деле, что ничего же глобального не случится, ну, если это запись, то там перезапишут. Если это, ты говорил со временем публичного выступления, то ничего страшного, главное, там, донеси свою мысль до конца, и все. То есть, вот так вот оценивая какие-то последствия негативные, которые могут произойти в случае неудачи, мне кажется, это помогает именно тоже сформировать уверенность и, ну, выступить достойно. Ну, и, конечно же, наверное, опыт, то есть, ну, начиная от каких-то докладов, там, в классе перед маленькими группами, постепенно это перерастает в, ну, большие выступления в актовом зале перед всей школой, ну, или даже, там, перед какими-то другими аудиториями. Мы уже, видите, мы уже, наши чудесные молодые люди, наши советы уже примеряют на себя и внедряют. Это же прекрасно. Это же здорово. Да, да, это здорово. Что-то добавите тоже по теме? Если, как бы, человек считает, что он неуверенный, всегда есть куда расти, то есть есть возможность с этой уверенностью побороться, да, и главное, не бояться, опять-таки, да, делать, как вот сказал Полин, первый шаг, да, к этому, да, и немножко разобраться в себе и понять свои какие-то сильные, слабые стороны, да, и возможность понять, что у любого качества, у любой способности возможности есть как две медали, да, как положительные, так и отрицательные. И, в принципе, принятие себя таким, какой-то есть, да, и для того, чтобы принять, надо себя ещё изучить, да, это самое сложное, да, то даже, может быть, не на том уровне, который есть, да, можно просто сказать, что да, ну, бывает, зато я там в том-то очень хороший, в том-то у меня хорошо всё получается, как вы сказали, зато я хорошо пеку пироги или тортики, что там было. Все что было. Да. Ну, тут много разных моментов есть от чисто таких ритуальных, которые работают всегда, попить воды перед выступлением, вот, кровь разжижается, кровоток устанавливается, более спокойный, спокойный, а мы начинаем лучше работать головой, как это ни странно. Потом с дыханием, ну, это вот актёрские чистые вещи, да, что нужно обязательно? Выдохнуть. Потому что мы же всегда задерживаем дыхание. И всё. Как это было в басне в Забу, дыхание спёрло. Вот это как раз про это. Выдохнуть совершенно спокойно, там сидят такие же люди, как ты. Я помню своё первое публичное выступление не в рамках школы, а перед профессурой института. Ноги у меня ходили ходуном, просто с сумасшедшей скоростью. Всё пересохло. Я себя чувствовал, ну, как перед казнью. Но потом, опять же, хорошая подготовка, я был готов. Она всегда спасает. Начинаешь свой текст, и потихонечку, потихонечку, потихонечку слушаешь свой голос, выдыхаешь, и всё становится на свои места. Ты здесь, там публика. Но ещё есть один маленький вариант, который мне в своё время очень понравился. Попробовать роли. То есть ты выступаешь перед публикой, а вот сейчас ты профессор, старенький профессор, ты медленно говоришь абсолютно, никуда не торопишься. А вот сейчас ты политик. Ты говоришь быстро, ясно, громко, берёшь всю аудиторию себе. А вот поиграть, потому что, как даже актёры говорят, сцены лечат, да? То есть если в тебе есть какие-то недостатки, вот сейчас, ну, допустим, у тебя болит нога. Я про себя могу сказать. Одеваешь костюм Деда Мороза, ничего не болит. Здорово. Хороший совет. То есть вот такие вот ролевые вещи, они очень даже помогают. И это вроде бы как бы не ты, а в общем-то Дед Мороз. Ну да, конечно. У него нога не может болеть, и он не может быть неуверенным. И там и голос меняется, и даже вот ты двигаешься по-другому. Когда стоит обратиться к специалисту? Тоже вопрос. Самим справляться с неуверенностью или переложить всё на руки, на плечи, простите, психолога? Пусть он справляется. Ну здесь, конечно, маякое такое отношение к тому, когда обратиться. Родители обращаются по-разному. Иногда тогда, когда уже поздно, иногда тогда, когда ещё рано. Да, но как бы всегда хорошо золотая середина, да? Я очень люблю таких родителей, которые приходят и говорят, я хотела бы просто проверить, а всё ли правильно я делаю. Такие родители приходят, да, и начинаем там обсуждать какую-то проблему, и как она реагирует в этой проблеме и так далее. Да, поэтому, ну, очень важно, да, самому родителю быть уверенным в себе, потому что именно это транслирует он ребёнку и помогает таким образом ребёнку тоже какую-то уверенность в себе развивать, уверенность транслировать самому ребёнку и видеть в ребёнке, что он тоже может очень много сделать, да, и тоже умеет что-то делать. И вопрос, когда стоит обратиться к психологу, это, да, когда вот эта неуверенность начинает мешать жить ребёнку, да, когда ему сложно, например, что-то сделать, выступить там на утреннике, да, ну, где это обычно начинается, да, или, например, там в школе он там боится отвечать на уроки, да, то есть это такие звоночки, когда всё-таки стоит обратиться к специалисту, да, и, возможно, просто проконсультироваться, как реагировать маме на подобные вещи, как поговорить с ребёнком об этом, да, как вот эту вот уверенность в нём не то что погасить, а сделать как вот более сильную сторону, да, не бывает уверенности, если у тебя нет неуверенности, да, мы всех, у нас она действительно встречается постоянно, в чём-то мы всегда бываем неуверенны. Да, но из этой неуверенности мы можем сформировать уверенность. Полностью соглашусь с коллегой. Сейчас скажу две совершенно противоположные вещи. Первое. Не надо бояться обращаться к специалистам, потому что есть такое предвзятое мнение, вот я пойду, да что я там буду говорить, да поймут ли меня, и так далее. Куча. У нас есть непонимание в этом отношении, о роли психолога вообще, да. И вот в противоположность, как когда-то сказала Ольга Васильевна Троицкая, люди жили без психологов тысячи лет, и ничего, нормально. То есть, ну, с одной стороны, да, вот коллега правильно сказала, нужно, значит, нужно идти. Но если мы справляемся сами, мы справляемся сами, и нет никаких в этом проблем. Всё начинается с самого маленького шага. Как раз. Полина, давайте вами закончим. Я думаю, что вот нужно найти золотую середину, когда ты понимаешь, что ты и сам можешь справиться, и никаких у тебя явных проблем нет. Но если понимаешь, что вот есть уже какие-то проблемы, то, естественно, лучше обратиться к специалисту, и стесняться здесь не нужно, потому что, ну, специалист, он на то и специалист, чтобы помогать, ну, справляться. И, я думаю, хуже точно не будет, а всё будет только лучше. И это как раз, ну, как бы то, что поможет и обрести уверенность, и просто справиться с какими-то другими проблемами, с которыми работают психологи. Спасибо большое. Я думаю, у нас получился очень полезный эфир с конкретными примерами, с конкретными такими решениями для того, чтобы справиться с собой и понять, что, опять же, всё в балансе. Вся наша жизнь, в принципе, для того, чтобы прийти в некий баланс, и мы как раз, надеюсь, с этим поможем. Спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»